Что такое патриотизм, то есть любовь к родине, в совхозе имени Ленина знают хорошо. Люди старшего поколения помнят слова песни под названием «С чего начинается родина?» Ведь любовь к большому начинается с малого, с того, что так дорого твоему сердцу, с твоего двора, школы, игровой площадки, твоих добрых соседей. Как это можно не любить? Как можно не помнить подвиг наших дедов и прадедов, защитивших нашу свободу от фашизма? Именно поэтому каждый год 9 мая мы все воздаем дань памяти павшим воинам, среди которых немало наших односельчан. Не стало исключением 9 мая 2022 года. Холодным, дождливым утром люди пришли к монументу воинам, чтобы возложить цветы. Небольшой памятный митинг открыл настоятель местного храма, отец Николай. Он обратил внимание, собравшись, что пасхальные дни не случайно попали на эту памятную дату. Так уж получилось, что в 1945 году устное объявление о капитуляции Германии, фашистской Германии, было 6 мая, на день памяти святого Георгия Победоносца. Маршал Победы у нас тоже был Георгий, Георгий Константинович Жуков. И так уж получилось, что в 1945 году, в день Георгия Победоносца, выпала Пасха. И теперь уже, наверное, до конца человеческой истории, пасхальные дни всегда выпадают на 9 мая. Всегда мы друг друга приветствуем, пасхальным приветствуем Христос Воскресе, потому что Христос победил всякое зло. Поздравил с Днем Победы пришедших на митинг и директор Акционерного общества совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Он подчеркнул, что коллектив народного предприятия продолжит поддерживать детей войны и тружеников тыла, малолетних узников, концлагерей, жителей Балаканного Ленинграда и другие категории, выделяя регулярную финансовую помощь, которая, как он заверил, последствий будет только возрастать. Мы рассказывали в сюжете нашего канала, что в канун 9 мая пенсионерам и людям, перенесшим тяготы Второй мировой, выплатили по 10 тысяч материальной поддержки. Дорогие друзья, всех вас поздравляю с Великим Днем Победы. Желаю, чтобы мы никогда не забывали нашу историю, помнили, что победа далась очень большими жертвами, большим трудом, что ее ковали и на фронте, и в тылу. Для нас главное – это мирное небо. Это мир не только в сердце каждого, как сказал Песня Николаевна, но и мирное небо нам было. Поэтому здоровья, счастья, успехов и всего самого хорошего. Каждый год вместе с живущими людьми в одном строю... Подготовил и провел свое мероприятие и муниципальный центр культуры. Вместе со своим главным спонсором, главным, как он сам себя называет, акционером Рота Агро. Каша с мясом? Вот так же. Настоящая? Открубайте. Накладывайте. Конечно, денег пенсионерам они не раздавали, но концерт с раздачей бесплатного попкорна и каши все-таки провели. Молодым ребятам разрешили потрогать настоящий автомат и даже потренироваться, разбирая и собирая его. Выступили лошкари, повеселившие своих родителей точным выступлением ритмов. Попели детки, разодетые в народные одежды. Не обошлось без песен о родине. И все проходило хорошо, но как-то обеспокоенно выглядел в этот день директор муниципального центра культуры, полковник запаса генерального разведывательного управления Николай Жуков. Он признался нам, что его обеспокоенность связана с предположением, что Грудинин захочет сорвать организованное его подчиненными мероприятие. Напомним, что ДК более года обесточена, так как ЗАО пытается провести в здании капитальный ремонт. В связи с чем электричество для работы звуковой аппаратуры пришлось взять прямо из трансформаторной подстанции. Но даже на случай попыток обрыва этого кабеля отставной военный предусмотрел резервное питание. Николай Жуков приготовил аж три бензинового генератора. То есть к нападению со стороны Грудинина все было готово. Но, как мы понимаем, его не предполагалось. Да и действительно, кому придет в голову портить хорошее начинание? Особенно, если есть что людям показать и чем их порадовать. Все звучит вам белево, песня, А стебная трава Пахнет горечью Например, как это сделал в День Победы созданный ЗАО после захвата ДК рейдерами ЧАУ Культурный центр совхоза имени Ленина под руководством Сергея Потапкина. Удачи, добра, чтобы не было войны, чтобы все-все было хорошо. Удачи! 9 мая, начиная с 12.30, на территории прудов Культурный центр организовал грандиозное мероприятие. Концерт, бесплатное угощение солдатской кашей, чаем и даже экзотическим кусочком сала на черном хлебушке. С праздником! Как настроение? Нормально. Отличное. Сейчас кашки отведаем, да? С праздником! Решила, опробуюсь. Да. Не всегда жаля кормить себе. Конечно. Особенно порадовали зрители юные артисты. Но не только дети в этот день зажигали публику. Творческие коллективы старшего возраста не стояли в стороне. Мы дети, мы славны победы, вот и наши дети. Легкий край, товарищ, улетает. Градые ветры, свет за ним летят. Любимый город, синий дым летает. Знакомый дом, зеленый сад, нежный зря. Поздравляем вас, свет дым паим, здоровым желаем. С праздником, с днем победы! Ура! И детям, и взрослым было интересно. Поучаствовали дети в веселых стартах. Участники эстафеты собирали из букв слова «Победа». Руководитель детского кружка изобразительного искусства Наталья Клементьева наносила на личики детворы тематические рисунки – аквагримом. Сердечки на дерево благодарности вырезали и прикрепляли все, кто умел держать ножницы в руках. Сегодня замечательный день, 9 мая, день победы. И мне хочется от всей души пожелать здоровья нашим детям войны, участникам войны, ветеранам, дружникам тыла, всем, кто так или иначе в тот период завоевывал эту победу. Мне хочется пожелать здоровья вам и вашим детям, вашим внукам-правнукам, чтобы ваши дети, внуки-правнуки вас всегда радовали, и чтобы праздник для вас продолжался каждый день и каждый год. Наша кафе «Ягода» напекла вкуснейшие фирменные пироги с начинкой, которые с удовольствием поедались. Я буду петь. Россия — это мы, это ты и я. Россия — наша гордость, твоя и моя. Россия — это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Спасибо, больница, талантище наше. Как всегда, на территории прудов отдыхали люди. Некоторые беседки были украшены символом знамени Победы. Это знамя очень популярно в совхозе имени Ленина. Оно украшает флагштоки круглый год. Радуясь майскому солнцу, хочется политикам всех стран напомнить о важности сохранения мира на Земле. Ведь, как гласит народная мудрость, что даже худой мир лучше хорошей войны. Пусть отданные жизни наших предков служат напоминанием нашим наделенным власти современникам, назидая их на поиск мирного решения споров и взаимного сотрудничества всех народов на Земле. Недаром эту непроходящую ценность когда-то сделали одним из лозунгов Октябрьской социалистической революции. Миру мир. С вами, как обычно, был Дмитрий Мартышенко, ТВ Совхоз. Подписывайтесь на наш канал. Помогите распространить это видео и поддержите нашу работу донатами. Спасибо за внимание. Всех с Днем Победы. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok